Здравствуйте! Меня зовут Самойленка Наталья и вы снова на канале Репейник. Поздравляю всех с отгремевшими праздниками и наступившим 2020 годом. Хотя, если выглянуть в окно, то складывается такое ощущение, что зима решила подать в отставку. Еще даже не вступив в свои права. Такая погода у нас в Ленинградской области обычно бывает в конце апреля или где-то даже в начале мая. У меня, к примеру, яблоня распустила свои почки и вот-вот зацветет. Совсем не понимаю, чего ждать дальше. Такой январской погоды я что-то не припомню. Единственное, что приходит на ум, это чья-то мудрая мысль. Надейся на мир, но готовься к войне. Вот мы и готовимся. Готовимся к войне со всеми возможными патогенами, особенно с грибковыми заболеваниями. Такая нетипичная дождливая зима со стабильными плюсовыми температурами должна им понравиться. А если нас с вами ждет еще и жаркое сухое лето, то придется держать оборону по всем фронтам, так как к грибкам добавятся еще малоприятные насекомые. Не знаю, как вы, но я уже запаслась учебниками и справочниками по фитопатологии и энтомологии. А еще мы подключили к проекту людей, которые на жучках и паучках, а также всевозможных гнилях собаку съели. Как вы понимаете, в марте месяца на канале Репейник нас с вами ждет встреча со специалистами по защите сада. Если у вас есть какие-то животрепещущие вопросы, требующие помощи такого специалиста, то до 5 февраля вы можете присылать их нам на почту. И мы попробуем дать на них исчерпывающий ответ. Но это будет в марте. А в феврале? Февраль на канале тоже обещает быть очень интересным. Нынешняя бесснежная зима в очередной раз заставила меня пересмотреть список любимых растений. Нет, любимые растения не перестали быть любимыми. Я по-прежнему люблю менжулип, горные сосны, метельчатые гортензии и тимьяны. Но мне вдруг захотелось немного больше растений, которые в такой бесснежный и безлиственный период заставят меня лишний раз выйти в сад, чтобы полюбоваться необычной корой, ветлением или плодами. Поэтому от меня февраля сюжеты о березах, ивах, декоративных яблонях и рябинах. А если успею, то затронем и бересклеты. А вот от наших дизайнеров, Любаши Екатерины Левиной, вас ждет еще один сюжет о цветниках и сюжет о сочетании хвойных и лиственных деревьев. Плюс, как и обещали, схемы и визуализация на сайте цветников, о которых шла речь в предыдущих сюжетах и еще о которых пойдет. Помимо этого будет еще один сюжет от Кати. Но если позволите, пока подержу интригу. Скоро вы сами все увидите. И это только малая часть того, что мы успели подготовить для вас в эти новогодние каникулы. Все самое интересное у нас с вами еще впереди. Вас ждет встреча с уникальным человеком, который скромно называет себя начинающий садовод. Но мне кажется, что он может дать фору многим профессионалам. Вот кто, пожалуй, настоящий волшебник. Этот человек в очередной раз утвердил меня в мысли, что сад в наше время не предмет роскоши, как считают некоторые, а вещь первой необходимости. Как хорошая книга. Беседа с другом. И если вы в Янипух, то баночкой ароматного меда. Я к меду равнодушна, а вот к хорошей книге нет. Мы потихоньку стали собирать библиотеку и, словно подслушав наши мысли, нам стали присылать, приносить и дарить книги. Книги, о которых мы могли только мечтать. Причем книги не только в печатном формате. В наш век суеты не всегда есть время, уединившись, посидеть с книгой в руках. Именно поэтому мы и задумали в свое время подкаст. И очень рады, что вы, наши дорогие зрители, читатели и слушатели, поддержали эту идею. Отдельное спасибо Елене Каштановой из Самары за найденную и записанную ею статью о Лютере Берданке. Я, если честно, ничего не знала об этом человеке. Если кто-то еще не слушал этот подкаст, обязательно зайдите к нам на страницу ВКонтакте и послушайте. Поверьте, вы не пожалеете. И это еще не все. Вообще, мне кажется, что прошедшие декабрь и январь были самыми яркими и насыщенными в моей жизни. Почти под Новый год мы объявили встречу с подписчиками и зрителями нашего канала. Мы не ожидали, что прийти и поддержать «Репейник» захочет так много людей. И сняли небольшой зал на 30 человек. Если бы мы знали, что желающих будет так много, мы бы арендовали зал побольше. Но перед Новым годом найти зал на большее количество людей было нереально. В следующий раз мы арендуем стадион. Шучу, конечно. Но следующая встреча обязательно будет уже в стенах природного центра «Репейник». Там найдется место всем, кто захочет прийти. Там всегда и всем будут рады. Спасибо вам. Мы не ожидали, что наш клич поддержат в разных уголках страны. Буквально на один день, да что там на день, на несколько часов, чтобы только приехать и сказать, ребята, мы с вами. Приехали люди из разных городов. Москвы и Московской области, Мурманска и Белгорода. Спасибо. Если бы не вы и не ваша поддержка, ну, в общем, спасибо. А буквально на следующий день мы рванули в Тульскую область. И я в очередной раз убедилась, насколько удивительна и прекрасна моя страна. И мне очень жаль, что многие мои соотечественники лучше знают и ориентируются в городах и странах Европы, Северной или Южной Америки, в Азии, наконец, чем у себя дома. Тула оказалась прекрасна не только пряниками, самоварами, историей и архитектурой, но и современными достопримечательностями. Вот посмотрите. Это скамья желаний. И на ней, вы не поверите, древний оберег славян, репейник. Тула и Тульская область прекрасны людьми. А что самое главное для нас – растениями. Мы пополнили коллекцию ИВ, отобрали плодовые и открыли для себя Березу Максимовича. Мы вернулись из Тулы как раз накануне моего дня рождения. И знаете что? Это был самый лучший день рождения. Спасибо всем, кто вспомнил, кто звонил, писал, кто сумел дотянуться из самых дальних уголков континента. Отдельное спасибо за чудесный букет. Он пока украшает стол моего кабинета в доме, но при первой же возможности переедет стеклянный. Вы когда-нибудь видели такие большие головки лопуха? Я – нет. Их для нас по заказу нашей подписчицы собирала одна травница в Орловской области. Спасибо. Спасибо моей команде. Нет, неправильно сказать. Спасибо моей большой семье за этот незабываемый день и за самый крутой подарок. Вот скажите, кто еще может похвастаться тем, что ему на день рождения подарили шестиметровую стальную трубу? Да, все правильно. Мы не только перед Новым годом успели сделать въезд и отсыпать дорогу, но и почти отсыпать территорию под садовый центр. А главное, самое главное – поставить теплицу. Это мы копаем въезд. Я катаюсь по морю на дракторе. Мы поехали высыпать песок в теплицу. Конечно, не обошлось без приключений. Был сильный ветер, и теплицу, словно спичечный коробок, мотало по нашим трем гектарам. Не волнуйтесь, теплицу поймали и вернули на место. Сканью, возившую нам песок и потерявшую колесо, починили. А почти утонувший трактор вытянули. И пускай сейчас стеклянный похож на место боевых действий, мы не унываем. Мы просто знаем, что все будет хорошо. Все идет своим чередом. В марте начнется контейнирование многолетников и уникальных сортов неукрынных роз. В мае откроет свои двери садовый центр. В августе впервые среди грядок и цветников прозвучит веселая горько. Да-да, Дмитрий и Люба наконец-то решили оформить свои отношения и сыграть свадьбу. А осенью? Осенью мы приступим к строительству детской площадки. Так и крепейник растет. А пока, пока я с вами прощаюсь, но совсем ненадолго. До скорых встреч. Цепляйтесь.